Всем привет! Потихоньку подходит к концу первой игры плей-оффа 13 сезона правой серии и сегодня нам на пару вопросов ответит капитан команды Плэш Овер Скиллз, она же Биг Ред Машин. Привет, Виталий! Совсем недавно вышел новый патч и расскажи нам, пожалуй, о том, какие тебе изменения понравились, какие нет и в принципе доволен ли ты работой проделанной Valve в этом сезоне? Да, патч в принципе очень даже понравился. Мне, как и большинству друзей, больше всего понравилось то, что в ранке ввели новый мод. Но что касается именно изменения баланса, то полностью уклон пошел на драки и на пуш. Как этот уклон будут использовать, будут ли команды идти пушить, пока непонятно. На протяжении многих месяцев люди ждали, когда наконец-то появится AerosPirate в капитан с моде, и вот наконец-то он вышел. Как ты думаешь, как часто он в принципе будет появляться в наших ранах, кто на нем будет исполнять, а кто нет, и в принципе как ты относишься к этому герою? Да ты знаешь, на самом деле непонятно, потому что, мне кажется, он редко будет появляться. Его столько уже нерфили, что сейчас он чуть ли не в полном вообще дне. Ну, такой себе он, серьезно. Вот этот вот нерф, что он теперь не может притягивать к себе союзников, он этим очень плотно сейвил в предыдущем патче, это одна из топовых общих фишек его была. Сейчас это убрали, и только с Аганимом он теперь может сейвить. Не знаю, мне кажется, будет редко заезжать он в пике. А как ты относишься к тому, что в последних патчах все больше и больше героев начинают приобретать Аганимы и улучшенные ультимативные способности? Ну, это круто. Айс-40 прикольные вещи делает. Надо всем героям добавить Аганима, я думаю, у него есть такая цель. Это круто, прикольно. По сути, эти Аганимы увеличивают какой-то потенциал в большинстве случаев героев в лейте. Особенно они полезны герычам, которые они могут вынести в лейте какую-то пользу свою, внести в лейте пользу за счет айтемов. Там суппорты или полусуппорты, что-то такое, хардлайнеры. Это дает им больше пространства в лейте. Там уже батрайдеру закинули Аганим еще в предыдущем патче. Оп, может двоих стянуть. Это может очень плотную игру решить. Сейчас прикольный гаштайду сделали через Аганим. Тоже там на аутпуш хорошо. Смотреть все надо. Прикольно на самом деле сделали. Через пуш мы лун с Аганимом скоро, я думаю, будем видеть. Тоже как вариант. Прикольно. Хорошо, давай потихоньку перейдем к вопросам про серии. На какое место вы в принципе сейчас рассчитываете и кого бы ты мог выделить из всех соперников в этом сезоне? Вообще рассчитываю на победу. Мы будем идти до конца, будем идти серьезно. По поводу врагов. На самом деле в плане СНГ коллективов я могу еще что-то рассказать. А в плане буржуев я не особо за ними слежу и так далее. А так я в принципе уверен, что в полуфинале мы скорее всего будем с ревайвл, а в финале либо с продоттой, либо с НС коллективом. Что-то такое. Ну не мы именно будем, а вот что дальше коллектив вот эти вот. А какой стиль игры предпочитаете лично вы? Возможно отталкиваться от пика соперника и своего пула или же все-таки вы заготавливаете заранее какие-то стратегии? Да по ситуации действуем. Если нам отдает какие-то наши сигнатурки, то стараемся свою игру навязывать. Если мы смотрим, что враг пытается взять то, чем они хорошо играют, и по ситуации мы можем это законтрить, то соответственно исходим из этого. То есть все зависит от того, как идет пик там в данный момент. Что враги банят, что мы там баним, что враги отдают. И уже там подстраиваемся по ситуации. Ну а в принципе вы сейчас какие-то стратегии, наверное, все-таки заготавливаете? Ну конечно, да. Стратегии свои есть, свои наработки, заготовки есть. Если отдают, играем через них. Не отдают. Смотрим по ситуации. Ну что, спасибо Виталий за то, что выделил нам минутку и ответил на вопросы. Ну а на этом наше интервью потихоньку подходит к концу. Не забывайте про наши социальные сети, на которые вы по-прежнему можете подписаться и получить информацию о всех дивизионах. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Продолжение следует...